За полтора недели своего визита представители МВФ встретились с правительством и членами Регикогу, руководителями и аналитиками Банка Эстонии и финансовой инспекции, а также главами коммерческих банков и частных предприятий, экономическими аналитиками и представителями различных департаментов. И по окончанию встреч и консультаций был подготовлен рапорт «Экономическо-политическая оценка экспертов МВФ», состоящая из 16 пунктов. Представитель делегации считает, что фундаментальные экономические показатели неплохие, и экономика Эстонии вырастет в этом году до 2%, а в следующем почти до 3%. Но те же недоработки, о которых немало шумят наши экономисты, теперь замечены и за рубежом. Ваша страна немедленно должна сосредоточиться на повышении производительности труда и долгосрочной фискальной стратегии. Так многие экономические показатели неплохие, и равновесие эстонской макроэкономики в порядке. Безработица сократилась, и инфляция очень низкая. Заметен и рост частного потребления. Но еще раз повторю, вы быстро должны взяться за эффективность работы, а для этого необходимы бюджетные средства и продуманная политическая стратегия. Отдельным пунктом шел разговор и о старении населения, причем не только в Эстонии, но и в целом по Европе. Это еще раз указывает на необходимость увеличения пенсий и привлечения работоспособного населения, в том числе в нашу страну. Кроме того, согласно оценкам МВФ, следует и дальше содействовать учебным программам для пожилых, чтобы продлить работоспособность людей. Наши затраты, наши доходы должны быть четко в балансе или даже в плюсе, учитывая то, что в Европе принято, что ты можешь быть в каком-то смысле маленьком минусе. У нас это довольно четко высказано, что мы не можем этого допускать. И если даже мы придем к минусу структурно, то в следующие годы мы должны его сразу покрывать. Так что это была в общем сложности такая, можно сказать, намекка, что на будущее, может быть, имел бы смысл делать это больше флексибильным. Специалисты МВФ отметили, что за этот год заработные платы резко выросли, ожидается рост минимальной зарплаты, что хорошо, но таит в себе и опасности. И пока не может служить ориентиром, ведь прогнозируемый экономистами рост эстонской экономики почти 3% в 2017 году явление временное, и после небольшого скачка затем темп вновь может замедлиться.